Скандалы, интриги, расследования, показать все, что скрыто внутри этой бутылки. Вы на канале Ела в Лимончелло, канале про алкогольные напитки и не только. Сегодня мы взяли на обзор вот этот ром Батафога. Да, это, конечно же, не Батюкаль или какой-нибудь Эрл Силс, но я считаю, что это отличный вариант коктейльного рома. Когда я готовила материал по данному выпуску, я столкнулась с одной очень большой проблемой. Все дело в том, что про данный ром нет никакой информации в интернете. Слава богу, что у нас есть русская контур-этикетка, где указан хотя бы производитель. Производителем является бельгийская компания Содика. Вот про нее сегодня и поговорим. Содика – это ведущий бельгийский поставщик алкогольных и безалкогольных напитков. Компания осуществляет международную торговлю через сеть профессиональных дистрибьюторов и розничных продавцов, а также предлагает индивидуальные продукты для удовлетворения потребностей отдельных клиентов и отдельных рынков. Итак, компания Содика была основана в 1991 году. Она чинала она всего лишь с двух линий розлива. Производство было сосредоточено в основном на газированных и безалкогольных напитках. Предприятие может с гордостью заявить, что усовершенствовало технологию розлива и увеличило срок горности игристых соков. Да-да, и такие тоже бывают. Старт работы компании совпал с изменением ситуации в Европе после падения Берлинской стены. Падение железного занавеса проложило путь к рынкам Восточной Европы, и таким образом компания начала производство спиртных напитков. И вот уже в 1996 году Содика открыла собственный ликероводочный завод. Осознавая важность роста, Содика добавили шестую производственную линию, а в 2008 году получили сертификат BRC. А в 2015 году они уже открыли новый склад и офисы, то есть компания не стояла на месте. Одной из важнейших вех в истории компании является разработка игристого голубого коктейля. До изобретения этого голубого напитка было проведено множество исследований в области разработки продукта. Настоящий прорыв и мировая известность произошла в начале 21 века, и до сих пор этот освежающий, игристый и безалкогольный напиток по-прежнему пользуется большой популярностью во многих странах. Итак, Содика – это нишевый игрок, обладающий гибкостью, а также способностью реализовывать продукты в соответствии с потребностями клиентов, со стремлением к росту в индустрии алкогольных и безалкогольных напитков. Я, кстати, более чем уверена, что данный производитель вам знаком, потому что уже все из нас видели вот этот ром-колонист, а его выпускают как раз-таки Содика. И все это замечательно и хорошо, да и история ладная получилась, но все дело в том, что на самом сайте производителя такого рома, как Батафога, нет. На нашей русской контр-этикетке указано, что это бельгийский ром, который делает компания Содика. Да вот только если оторвать эту этикетку, то про Содика там не будет ни слова. Давайте вообще приглядимся, что тут написано так. Это премиальный спиртной напиток, based on quality room. Хорошо. Потом small batch, что значит маленькая партия. И вот здесь вот куча всего. Тут указано, что данный напиток делается на основе их темного рома с добавлением натурального зеленого яблока, а производит его Батафога Room Company. Чуть выше они указали, что это ром Карибских островов. Под контр-этикеткой, которую я отлепила, есть два рецепта коктейлей, что очень приятно. Чуть ниже описание аромата и вкуса, а также способа производства данного рома. А еще я тут нашла сайт дистрибьютора. А им является BBC Spirit Company. На их сайте уже есть такой продукт, как ром Батафога. Правда, не вся линейка. Почему-то нет основных видов, то есть белого и темного. Зато очень много вкусовых ромовых напитков. А так как даже на сайте дистрибьютора не указан производитель, то я полагаю, что нам ничего не остается делать и верить русской контр-этикетке, на которой указано, что это бельгийский ром от компании Содика. Не вижу повода для того, чтобы они нам врали, но если у вас вдруг есть какая-то информация по данному напитку, то добро пожаловать в комментарии. Кстати, на этикетке указано, что это ром Карибских островов. Какого именно, непонятно, но у одного из блогеров я слышала, что он докопался до истины и выяснил, что это все-таки тринедадский ром. Ну а если быть точнее, то ром-то бельгийский, а вот спирты из Тринедада. В ассортименте Батафога есть три основных рома и семь ароматизированных. Давайте же присмотримся к ним поближе. Батафога White. Это белый ром крепостью 40 градусов, имеет непродолжительную выдержку в бочке из-под бурбона. Аромат у него яркий, с нотами чего-то сладкого и белых цветов медоносов. Вкус округлый, податливый, прекрасно сбалансированный, а послевкусие продолжительное. Батафога Black. Это темный ром крепостью 40 градусов. У него выдержка 2 года в бочке из-под дуба. Аромат яркий, с оттенками сахарного тростника, что бы это ни значило, с легкими нотами ванили и карамели. Вкус округлый, неагрессивный, с приятной сливочной текстурой. И последний из основных ромов, это Батафога Spiced. Пряный ром крепостью 40 градусов, выдержка у него 2 года в дубовой бочке. Аромат у него богатый, с нотами бананов, кокосового крема, пралине, апельсиновой цедры, имбирного пряника и карамели. Вкус тоже очень яркий, с нотами цитрусовых фруктов, карамелизированной кружи, сливочной ириски и пряностей. Ароматизированный ром, эспрессо со вкусом кофе, хани это медовый ромовый напиток, гринэппл, яблочный, джинджер это ром со вкусом имбиря, манго соответственно со вкусом этого тропического фрукта, разбери со вкусом малины и пинэппл со вкусом ананаса. Крепость у всех 35 градусов. Прежде чем приступить к дегустации, я хочу объявить о розыгрыше, который проходит в моем телеграм-канале Limoncello News. Ссылку на канал найдешь в описании к этому видео. А приз в виде ботафога джинджер бот определит 30 июня, так что всем удачи! Ну а на саму дегустацию у нас остались ботафога со вкусом яблока и со вкусом ананаса. В состав ботафога пинэппл входит ром, который сделан из сахарного тростника, вода подготовленная, исправленная, сахар и ароматизатор ананас. Данный ромовый напиток обладает крепостью в 35 градусов. Этикетка у него очень яркая и тропическая, какие-то ананасики, также попугайчик желтый, выглядит круто. Форма бутылки лично мне напоминает аламбику. Вообще название ботафога переводится с португальского как «дать огня», и вы посмотрите, у него действительно этикетка как будто бы обожженная. Рассказываю про аромат данного напитка. Спиртуозности в нем нет, так же как и спелого сочного ананаса, вы здесь тоже не почувствуете, несмотря на то, что это пинэппл. Знаете, чем пахнет? Такое ощущение, ну вот лично у меня, что это запеченный ананас, какой-то, может, карамелизированный ананас. Есть небольшая карамельная история, есть небольшая нотка каких-то конфет, сливочности, какой-то сахарной пудры, очень все это сладкое. Ну и, конечно же, запеченный ананас в приоритете. Давайте же пробовать. Глоток начинается очень приятно. Это мягкий напиток, сладкий напиток. Ты чувствуешь, в принципе, все то же самое, что и в ароматике. Вот этот ананасик, эту конфетку, ванильность, сливочность. Но потом тебя догоняет спиртуозность. Она не сильная, она не прям там в вырве горла, но она все-таки есть. И очень плохо, что вот она именно на финише, потому что ты только глотнул, насладился, а потом такой, ух, ничего себе. В целом, это неплохой напиток, но все-таки я бы его использовала только в коктейлях. Ну а мы приступаем к дегустации яблочного ботафога. В составе у него дистиллят выработанный из сока сахарного тростника, вода подготовленная, пищевая добавка в виде сахарного красителя, это ничего страшного, многие так делают, и ароматизатор яблока. Вот эта вот добавка Е-150А является натуральным красителем. Другое его название – сахарный колер. Его часто добавляют в разные напитки, а делается это для того, чтобы, ну, чуть-чуть, так сказать, подкрасить напиток, дать ему более янтарный оттенок. Опять-таки, обратите внимание на этикетку. Она яркая, сочная, с вот этим вот зеленым яблочком, зеленым попугаем, и такой же, типа, обожженной окантовкой выглядит очень круто. Знаете, что мне это напоминает? Помните, в детстве мы все жевали жвачку лавос? Так вот, там был вкус такой, зеленое яблоко или кислое яблоко. Вот это вот точно оно! Во вкусе присутствуют ноты хрустящего яблока, также какие-то сладкие специи, очень чувствуется карамелька на послевкусии. Но данный напиток пьется чуть-чуть жестче, чем пенеппл. Я не скажу, что прям сильно, но спиртуозность в нем все-таки выражена сильнее, чем в ананасовом. Лично я эти напитки буду использовать только в коктейлях, хотя думаю, что если прям хорошенько так их охладить, то будет очень даже ничего. Готовим коктейль, который называется 12 ярдов. В шейкер кладем лед и наливаем 20 мл сока лимона, 15 мл гринадина, 10 мл виски и 40 мл ананасового рома. А сверху все заливается содовой. И этот коктейль очень сильно смахивает на 12 миль. Вот только 12 миль готовится без содовой и с добавлением ржаного виски. Второй коктейль называется Тропики. Для него мы берем шейкер, наливаем туда 30 мл ананасового рома, 50 мл сока апельсина, 20 мл гринадина, 50 мл сока ананаса и 20 мл сока лайма. Третьим коктейлем я решила сделать тот, который у них указан на заднике, яблочный мартини. Для его приготовления снова берем шейкер и наливаем туда 10 мл рома. Вот с этим яблоком 15 мл яблочного сока и 5 мл сахарного сиропа. Вот такие 3 коктейля получились у меня сегодня. И, конечно же, по поводу каждого из них у меня сложилось свое впечатление, которое я вам сейчас расскажу. Первый 12 ярдов. Для меня он показался каким-то пустоватым и неинтересным коктейлем. Вот чего-то не хватает. Ни горчинки, ни кислинки в нем как-то особо не чувствуется, поэтому этому коктейлю минус. Второй коктейль Тропики. Мне он понравился. Это сладкий, освежающий, немножечко кисленький коктейль как раз в моем стиле. Но хочу заметить, что не важно, будет здесь ром ананаса, либо какая-нибудь царская гуава лайм, он все равно будет крутым. Но справедливости ради добавлю, что ром с ананасом действительно здесь чувствуется и добавляет какую-то свою особенную пикантность. Яблочный мартини очень хорош. Это действительно такой кисленький, классный коктейль. Мне зашел на все 100. Единственное, но согласитесь, 10 рома, 15 яблок, 5 сиропов, в совокупности 30 мл. Это что, в шот нужно наливать? Но нет, он подается вот в этой коктейльной рюмке. Тогда как он там будет смотреться? Просто голым. Поэтому я добавила лед. Но со льдом пить такое, оно не очень, если честно. Поэтому я бы увеличила бы все ингредиенты как минимум в 2 раза, а то и в 3. Но попробовать этот коктейль, он действительно освежающий, классный. Все, что я сегодня использовала для приготовления коктейлей, вы видите на своих экранах. А на этом у меня все. Вы были на канале Yellow Limoncello. Не бойтесь дегустировать и пробовать. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok